Так. Запись. Отлично. Друзья, у нас сегодня уже восьмой спикер. И это у нас сегодня Северный Кипр, Галия. Молодая, красивая, энергичная девчонка, которая хочет сегодня рассказать нам свою историю. А мы ее будем с удовольствием слушать, поддерживать, улыбаться и дарить ей лайки. Все, Галия, включайся. Спасибо большое. Да, человек я в Академии новый. Всего два с половиной месяца в Академии. Продукт принимаю еще меньше, где-то полтора месяца всего. Поэтому рассказать пока не так много, но уже изменения налицо, изменения есть. Не только физически, но и духовно, морально. То есть уже изменения ощущаю. Ну, по поводу продукта, когда начала принимать, да, то есть у меня вот целый список того, то есть, ну, что у меня проблемное, да, можно сказать. То есть какие проблемы были со здоровьем. Начался этот список уже уменьшаться. То есть я вот прям по списку иду и смотрю, что какие-то проблемы уже почти моментально ушли с первых же дней приема продукта. Ну, сначала хочу сказать немного о себе, да. Я вообще родилась в Казахстане, с Казахстаном, выросла там же, училась, в докторантуру поступила на Северный Кипр в университет, уехала сюда учиться. Вот, здесь училась, отучилась, встретила мужа, как бы, будущего своего, вышла замуж и осталась здесь. Вот, сейчас у меня двое деток. И проблемы со здоровьем, как бы, они были с детства, хронические какие-то проблемы, да, приобретенные в детстве, ну, в силу экологии там и так далее, да. То есть эти проблемы, они меня преследовали, ну, давно, можно сказать, со студенческих лет почти, меня преследовали частые мигрени. То есть, ну, минимум раз в неделю это бывало. С каждым годом, с каждым разом, да, это было все чаще и чаще и чаще. Последнее время это стало, как бы, вообще невыносимо, то есть практически каждый день я просыпалась с головной болью, я засыпалась с головной болью, да. Ну, то есть постоянно была практически на обезболивающих, иногда, то есть это просто такая, знаете, тяжелая голова и тягучая боль. То есть я уже свыкла с ней, иногда старалась просто не замечать, а иногда бывало как минимум раз в неделю, то есть это острые боли, когда я вообще голову не могла от подушки оторвать. То есть не помогали даже никакие обезболивающие. Вот, последний год, возможно, в связи с пандемией, со всякими событиями, вирусами, возможно, переболела, то есть бессимптомно, без теста, да, то есть я не знаю, не сдавала. Но начались такие проблемы, которые начинаются у всех после ковида, да, это такие проблемы, как слабость, очень сильная потеря, как сказать, гемоглобина, да, у меня очень сильно упало. У меня и хронически вообще железодефицитная аниме, да, от родителей досталось по наследству. Но такого состояния, да, чтобы я вот вообще вставала и чуть ли не падала, вот такого не было у меня никогда. Но такое вот то, что сил не было абсолютно, да, вот последний год у меня такой вот, началось, наверное, с зимы, вот, в прошлой. И с каждым днем, да, все хуже и хуже, и не улучшается, то есть я уже и железодефицитные, ну, собственно, железоподнимающие препараты принимала, да, то есть уже 4-5 месяцев ничего не помогало абсолютно. То есть как состояние такое было, так и оно держалось, да. И вот Татьяна, вы знаете ее, да, она мой непосредственный начальник, да, в школе онлайн. И она мне сказала, что у нее такое же состояние, но у нее после ковида перенесенного. И мы с ней искали как-то средства, да, что-то, чтобы помогло нам, то есть стали везде искать. И вот она как бы пришла в вашу академию, да, как бы к Сергею и пригласила меня. Сказала, давай, пошли, вот есть. И практически сразу же за ней зашла я. Да, не жалею ни минуты, ни секунды, да. Во-первых, препараты действительно помогли, то есть как бы там с самого первого дня, как я начала принимать. Это обычный ЭЛЕФ, то есть это не какой-то иммуносодержащий, который поднимает иммунитет, да. То есть это обычный ЭЛЕФ, я еще заказала, конечно, больше препаратов, думаю, что клеточное питание еще больше, оно больше поможет, естественно. Вот, то есть у меня с самого первого же дня почти прошли головные боли совсем. То есть, ну, практически, можно сказать, вот за эти полтора месяца у меня, если там пару раз было такое, знаете, что-то, намеки какие-то, тяжелая голова там или что-то, и то я заметила, что это было после перенесенного какого-то там, ну, напряжения, стресса, да, то есть когда вот все наваливается на тебя, и вот ты пытаешься с этим разобраться. То есть, ну, обычные вот эти головные боли, вот, то есть одно только это, за одно только это я благодарна, да. Потом вот эта сильная слабость, утомляемость прошла тоже почти, да, но иногда бывает, то есть я понимаю, что как бы за полтора месяца это все не восстановится организм, это пройдет какое-то время, вот. Но благодаря вот как бы и клеточному питанию, и самой академии, да, то есть я делаю и зарядку сейчас, я зарядку и все остальное начала делать еще до того, как я начала принимать клеточное питание, то есть уже как бы готовилась и морально, физически, вот. Пью воду, естественно, больше стала пить воды, нежели каких-то напитков. Стараюсь не накручивать себя, да, то есть спокойнее относиться к каким-то проблемам, к каким-то тяготам, да, тяжестям, не знаю, там еще что-то. Вот, это тоже сказывается, я уверена, что это тоже благодаря академии, то, чему учит нас наш Андрей Артурович, то, чему учит наша Маргарита Васильевна, то есть это все благодаря академии, да, я стала немножко легче это воспринимать. Потому что я за собой такого не замечала ранее, то есть я очень впечатлительный человек и меня как бы тяжело, в смысле очень легко задеть. И то есть сейчас это намного легче стало, слава богу. Ну, что еще? Ну, вот ожидаю от продуктов, сейчас вот только пришли опять новые продукты для детей, буквально вот 3-4 дня я детям даю, сама тоже его же принимаю. Вот, жду еще продукты для иммунитета иммунные, то есть сейчас, потому что к зиме я хочу улучшить иммунитет и свой детей. И стараюсь, то есть делать, выполнять все рекомендации, обязательно зарядку, мы делаем вместе с детьми утром эту зарядку. Сейчас вот пришли наши маечки, вот такие. У меня вот желтенькая, у детей получились серенькие. Продолжение следует... 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 Работать и, ну, заработать, естественно, больше. Вот. Супер, супер. Еще тогда один маленький такой наводящий вопрос. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Сначала я узнаю больше о проблеме, говорю, что, допустим, у меня была такая же проблема, или я знаю, что у моего родственника или у мамы и у папы были такие же проблемы или есть. Я начинаю общаться, спрашиваю, что они делают, что они нашли сейчас, какое решение. То есть человек, я вовлекаю человека в разговор, в диалог, и мы начинаем общаться. Кто-то отвечает сразу, кто-то отвечает чуть попозже, естественно, ну, то есть как это обычно бывает. Вот. И только со второго или с третьего раза я могу сказать, что да, вот у меня это тоже было, или у кого-то тоже было, и я могу вам помочь. Я знаю, что это получится. Вот заходите, изучайте, пробуйте, потом мне расскажете, то есть ваши впечатления, ну, и так далее. Супер, супер, молодец. А по поводу проекта будущего, вот чат проект будущего, вы туда добавились сами? Конечно. Сколько человек туда добавили? Я, знаете, не считала, но я добавила почти всех, кто у меня был в контактах, имеется в виду в телефоне, русскоговорящих. Вот. Потому что, ну, нет смысла добавлять кого-то с другого языка, то есть и добавляла всех, и, естественно, им писала. Вот. И потому что я добавляю постепенно, поэтому я не могу видеть, какое количество вообще. Я не знаю, как там смотреть статистику, свою имеется в виду в Телеграме, но я вижу, что, конечно, несколько людей, некоторые люди вышли из этого чата, то есть которых я добавляла. Ну, значит, им это неинтересно, значит, им это не нужно. Вот. Кто-то остался, многие остались, я вижу. У них галочка серая стоит, если они там, то они, галочка серая, идешь куда-то в список. Ага. Правильно. Когда нажимаешь кнопочку «Добавить», идет у тебя список твоих контактов, смотришь, а там серенькая кнопочка стоит, галочка. Да-да, там много остались, кого я добавляла. Написала им звуковые сообщения, что там «Привет, я тебя добавила в чат, это такая классная вещь, не удаляйся» и так далее, да? Да, да, да. Вот смотрите, Галия является помощником, Татьяна, Танечка, появись нам, сегодня хочется видеть тебя, потому что твой питомец, твой птенец или твой, так сказать, помощник сегодня выступает, и нам, конечно, очень приятно. Ну, смотрите, она… да, привет, привет, Таня. Смотрите, что происходит. Галия молодая, активная, она является человеком, который помогает строить бизнес, другое делает, да, является администратором, человек, который умеет работать, умеет слышать, умеет быть собранным, умеет быть, вот, там, не 500, там, как Петр, да, 500-700 писем в день. Она 10 делает, например, но делает их, как сказано, да, то есть, слово у меня вылетело такое, ну, в общем, как-то с учебой связано, то есть, как рекомендовали методично, вот она так и делает, молодец. Ну что, Галия, будем считать, что ваш эфир удался. Если вы будете проводить такие же эфиры, если найдете время, то, поверьте, на ваши эфиры будут приходить люди. Вы излучаете очень хорошую энергию, вы излучаете искренность, понимаете, вы излучаете притяжение. Поэтому, видите, даже Петра притянула на последней минуте. Вот, поэтому, да, вы излучаете притяжение, и, конечно же, нам надо всем сейчас начать вещать, надо просто заполнить пространство, информационную пустоту, надо заполнить. Люди не знают, что делать, не знают, куда идти, не знают, что делать со здоровьем, не знают, что делать с заработком, не знают вообще, куда засунуть свою голову, влезут какие-то новости, в какие-то пирамиды, в какие-то хайпы, или в какую-то войну, они везде все свою головушку суют, и вдруг появляется такая красивая девушка в желтой маечке, желтое – это золото, с желтой кружкой – это тоже золото, да, вот, с приятной улыбкой и с красивой речью, и говорит правильные, нужные слова. Ребята, круто? Давайте аплодисменты все вместе сейчас нашей Галие, потому что она просто молодчина. Надежда, вы нас слышите? Надя, что там? Да, 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 отлично, отлично. Таня тоже здесь. Таня, ну, ты будешь первая тогда давать обратную связь Галие за ее выступление. Да, я очень люблю мою любимую Галию, она моя верная помощница, и, как вы сказали, она грамотный исполнитель, и благодаря этому она исполнительный директор в школе моей, вот. Поэтому, конечно, у нас сейчас много дел, забот, и она старается все везде успевать. Во-первых, я хочу сказать по ее выступлению, она молодец, столько всего нам ценного рассказала. Я бы попросила ее добавить, но сейчас уже не будет времени, про пластыри. Ей перешел пластырь, она тоже хороший результат, кстати, получила. А вот, извиняюсь, у меня был опыт с пластырями. Ну, такой, не печальный, а у нее вот в нашей компании же, да, Академия Успеха вместе, очень хороший результат по пластырю, поэтому тоже здорово. Да, это вот это. Да, улучшить здоровье, да, да, потому что мне... Вот, мне искренне было тяжело от того, что она чувствует себя плохо, и я также чувствовала себя плохо, и вот то, что благодаря Академии мы получили хорошие результаты, это просто чудо. Спасибо всем огромное. Вот, по выступлению хочу сказать, да, я вижу, что Галия очень старается, работает. Все, что нужно, она всегда выполняет, несмотря на свой загруз в жизни и ситуацию по здоровью. Вот, но я думаю, что как только будет у нас, скажем так, больше времени, то, конечно, мы включимся максимально. Сейчас немножечко такой старт. Мы взяли двух помощников еще себе с Галией, чтобы тоже они нам помогали. Ну, в школу я имею в виду, вот, потому что раз это такое дело у нас уже было, и, ну, бросить как-то жалко, тем более сейчас многие люди уезжают, всем нужно обучение детям, вот. Хорошо, Таня, хорошо, Таня. Спасибо за выступление. Да, Таня, спасибо. Я смогу присоединиться, вот, несмотря на этого маленького. Таня, спасибо огромное. Галия, вам слово еще раз. Расскажите про эти пластыри, про вашу историю. Ждем. Да, я заказала вот пластыри, ну, как бы ненамеренно. Там была акция, то есть Regenerate, и вот эти пластыри шли вместе с ним. И, получается, вот на наш, на европейский рынок была акция, что вы это заказываете, этот пакет, и подписка бесплатная. То есть не нужно было платить вот эти 20 долларов за подписку новичкам. Да, то есть эта акция была для новичков. И я так подписала наш один аккаунт, то есть я, как бы, увидела эту акцию и решила подписать, чтобы, ну, как бы он не висел у нас просто так, этот аккаунт, и заодно заказать Regenerate. Эти пластыри, как бы там два пакета по 15, они пришли, ну, довеска, можно сказать, к нему. Вот, я не знала про них, я не читала, честно говоря, про них. Ну, когда я заказала и думала, ну, что это вообще такое, я начала про них читать, да. То есть что пластыри помогают, то есть от боли, не только там от мышечной, но и от, если кости какие-то, да, или еще что-то, травмы. Потом на позвоночник, ну, то есть вот такие вот именно боли. Потом женские боли в женские дни, да, то есть еще что-то. У меня с детства почти, то есть не варикоз, а вот, знаете, когда вены близко расположены, кожа тонкая, и вены быстро лопаются, есть такое, да, то есть у меня с детства темные пятна на ногах, получается, как бы, типа, пигментация, да, вот. Вот, и от того, что вены близко и чуть заденешь постоянно, то есть бывают боли в ногах очень сильно. И плюс, естественно, боль, то есть от долгого сидения, да, то есть как бы учитель, издержки профессии постоянно, то есть как бы и раньше сидела, да, и сейчас, получается, перед компьютером. То есть боли в позвоночнике, поясница и так далее. После родов тоже самое боли, и поэтому я решила попробовать. Вот, и в первый же день, да, у меня прошли боли в ногах, то есть у меня заболела очень сильно, у меня три дня, по-моему, болела нога, и тут пришли эти пластыри, и я решила, думаю, ну, дай-ка я, причем я прицепила не целый пластырь, а я отрезала маленький, то есть там написано было, что можно их резать, я отрезала кусочек, чтобы можно было как-то это на ногу, да, прилепить, именно вот на ступню, и в ночь, получается, его нужно, можно только 9 часов использовать, да, потом снимать, но потом он больше и не действует. И ощутила, знаете, вот немножко как тепло, вот как, знаете, после горчичника, но не сильно жгет, получается, то есть такое приятное тепло, и я вот на ночь сделала туда, и вот мне муж еще вот сюда на шею, как бы, чтобы не вот эти боли снять, да, тоже. И очень сильно помогло в первую же ночь, да, я утром проснулась, почувствовала, что у меня, во-первых, не болит ничего ни здесь, ни нога, то есть тоже как бы с первого раза вот ощутила, вот у меня сейчас эти пластыри прям рядом лежат, на ночь всегда один пластырь я леплю. Спасибо огромное за эту историю, еще если вы посмотрите, вот раньше, когда Андрей Артурович рассказывал про этот продукт, он каждый день показывал нам на поясницу, прям под майку, вот на крестец, наклеивает и ходит и говорит, ребята, это у меня энергетическая, это батарейка, заряжает энергией, заряжает здоровьем, поэтому это тоже можно использовать. Спасибо огромное. Молодец, Галия, спасибо, Татьяна. Слово по старшинству, по уважению сейчас берет у нас Лидия Атьяса. Галия, мне очень понравилась твоя конференция, очень. Ты такая умничка, у тебя деточки, у тебя все, и ты все успеваешь, муж. Ну просто ты молодец, молодец. Я ничего не могу, я тоже много пользуюсь всякими нашей лентой, но вот чтобы вот так рассказать хорошо об этом, ну не могу, не могу. А ты молодец, ты все рассказала, я тоже пользовалась и пластырями, и внуку своему ложила, он инвалид второй группы, да, на поясницу я ему ложила, у него такие боли были, перестала, все, пошел на работу полгода, уже работает, прям на заводе, законно устроился, нигде не подрабатывают, а на заводе газоперерабатывающим. Молодец, ты смогла объяснить, если будешь так людям объяснять, у тебя будет идти все хорошо. Тебе пять с плюсом, пять с плюсом. Молодец, у меня все. Благодарю, Благодарю, Лидия, спасибо, очень лаконично. Надежда, пожалуйста, вам слово. Ну что я скажу, я удивлена, молодец ты, два месяца только работаешь, и так умница ты, но это, наверное, связано еще и с профессией, ты учитель, ты можешь разговаривать, да, ты умничка, ты видишь молоденькая, и разбираешься хорошо в этом, в телефоне, очень хорошо все, прям замечательно, даже замечания никакого тебе не сделать, не найдешь, не найдешь, это точно. Это замечание ищешь. Это у меня, я первый раз выступала, говорить не могу, ужасно я выступила, я часто пересматриваю, а ты такая молодец, вот тебе. Спасибо. Супер, супер, Александр, дай, пожалуйста, нам обратную связь по выступлению Галлии. Ну, мне выступление понравилось, интересно, Галлия рассказала о своих результатах по здоровью, вот, я всегда интересуюсь, какие результаты по здоровью у других людей. Ну, и желаю ей, конечно, это зарабатывать, деньги в Академии. У меня все. Спасибо. Такая суровая мужская речь бывшего военного, молодец, Саша, коротко и четко, все понравилось, молодец и пожелание сделал, хорошее. Петр, ты, конечно, мы могли бы тебе дать слово, если ты можешь, но я, насколько понимаю, ты сегодня на работе, и тебе, наверное, нет возможности что-то нам рассказать, тем более ты не слышал выступления Галлии, послушаешь в записи, хорошо? Можно я скажу? Да. Да, я не услышал, к сожалению, я пересмотрю записи, дам обратную связь в чате. Ну, по поводу просторов, вспомнил, очень хорошие продукты, надо заказывать, прошу про них забыли. Большое спасибо за выступление, все пересмотрю обязательно. Хорошо, хорошо. Ребятушки, у нас осталось 4,44, давайте традицию не будем нарушать, давайте нам сейчас приготовьте воду, у кого нет воды, сходите за водой, мы вас подождем. Давайте сейчас зарядим стакан воды и выпьем все вместе. Уже все приготовили? Да. Молодцы. Ну, у Галины самый шикарный стакан, я хочу такой золотой. Да, золотой, кстати. Я не знаю, пока время есть. Да, Лидия. Я хотела сказать, Галечка, Танечка, Таня, ты меня слышишь? Таня, спасибо тебе, ты очень хороший менеджер. Ты просто молодец, ты так подтянула ее за два месяца, что за два года так не... Если бы ты была мой, я уже миллионер была бы. Вот честное слово говорю, у меня такой менеджер, конечно, я ее сама пинаю, пинаю. Мне стыдно, но она мой менеджер. А если вот ты была мой менеджер или вот Сергей, я уж точно бы там все научилась бы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Просто это вымоленный человек. Я 7 лет в школе, и все эти 7 лет, но последние два года осознанно я искала заместителя. Вот, и вот вымоленный человек, и я просила Бога, чтобы он не так. Да, 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 ты вымолила, вымолилась, правда, ты молодец, ты молодец. Вымолила и сделала ее человеком. Сейчас еще одна девочка пришла помощница. У вас у обеих будут миллионы, вот посмотрите, вы меня вот вспомните. Хорошо, хорошо. Галия, Галия, бери слово, заряжай. Стакан воды, заряжай всем энергию, давай вот прямо тренируйся, по очереди будем теперь заряжать. Я умею говорить, у меня... У меня какой-то... А, дай-ка я его уберу, вот так, все, глянь. Все, поехали, Галия, слово твое. Может быть, вы начнете. Дорогие друзья, мы вместе с Галией заряжаем эту воду на добро, на свет, на созидание, на развитие. Мы хотим, чтобы кончились войны, мы хотим, чтобы каждый из нас жил красивой, яркой, счастливой жизнью, осознанной. Выпивая эту воду, мы становимся более осознанными, мы становимся более дружными, мы становимся более светлыми, более повлиятельными, потому что мы хотим нести в этот мир. Что мы хотим нести, Галия? Добро, свет, любовь, да, чтобы все были здоровы, да, действительно, благодарность, чтобы не было действительно войн, да, то есть хоть и не смотришь новости, но все равно все слышишь, видишь, вот, что еще? А просто желаем всем здоровья, любви, благополучия, процветания во всех сферах жизни. Пусть и вот эта вода, которую Саша уже выпил, не дождался нас, что он каждый раз все время выпивает. Ну, ты уже перевернул, я видел, стакан, не ждешь. Не коллективный ты какой-то сегодня и вчера. Саша, обращай внимание твое, когда мы все ее заряжаем, ты тоже должен заряжать, тебе слово, заряжай нашу воду, говори, Саша. Заряжаю воду добром, светом. Ну, разно. Радка сестра таланта. Кто еще хочет сказать? Я хочу сказать. Только, только добро, только добро должно быть в голове, только людям добро нести, тогда у нас будет все в порядке, все. Отлично. Таня, меньше минуты осталось, Танечка, быстро говори. Хорошие мысли. Счастье, благополучие, благословение небес, чтобы сами ангелы приводили в нашу команду самых лучших, тем, кому это нужно, тем, кто будет благодарен Господу и всем нам. То есть, именно благодарные сердца пусть приходят к нам и получают здоровье, финансы, новый ритм жизни и всем, 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 всех благ. Выпиваем? Слава Богу за все. Ура! Ура! Ну, все, осталось меньше минуты, сейчас связь закончится. Галия, у тебя этот файл сохранится в папке.